Китель отглажен, сапоги начищены. Осталось закрепить медали на парадной форме. Начальник почётного караула в праздничный день должен выглядеть безупречно. 9 мая у Вечного огня 11-классник Алексей Агапов будет нести вахту памяти. К этому дню он относится с особым трепетом. Война коснулась и его семьи. Каждый день победы он надаёт дань памяти своим прадедушкам, которые сражались за мирное небо. Мой дедушка Борис Дмитриевич Агапов пошёл на войну добровольцем с самого начала. Был пулемётчиком. У него сложилась очень тяжёлая судьба на войне. Он был несколько раз ранен и в голову, и осколочной гранатой в руку, и в ногу. Он прошёл всю войну до Берлина. Несмотря на ранения, в госпитале он долго не задерживался. И после каждого ранения он вставал и снова шёл в бой. Шли в бой всей страной. Лица героев на этих фотографиях, а ещё гимнастёрки, фляжки, оружие и различные документы воинов при Ангаре. В Иркутском краеведческом музее проходит выставка, посвящённая памятной дате. Об экспонатах рассказывает сотрудница музея Анна Харламова. Она сама правнучка героев, оба её прадеда не вернулись с войны. Говорит, на стендах не просто вещи. В них история, настроение, готовность отдать за победу всё, включая саму жизнь. В основном здесь представлены личные вещи. И они имеют своего хозяина, имели своего хозяина. То есть эта вещь прожила жизнь вместе с человеком. Конечно, её трепетно держать в руках. И это большая ответственность, что это сохранилось в памяти и хранится до сих пор. О празднике сейчас в областном центре напоминает всё. Центральная улица украшена флажковыми гирляндами. Вдоль дорог установлены тематические баннеры. Их стилистика едина по всей стране. Георгиевская лента, памятные даты и голубь, как символ мира. Директор МАУ «Праздник» Михаил Зубков рассказывает, дизайн выбирали из нескольких предложенных вариантов и адаптировали под Иркутск. Адаптировали это таким образом, что вставили туда наш слоган «Помним, гордимся». Потом мы информировали иркутян о булицах, которые названы в честь героев Советского Союза, которых они получили за участие в Великой Отечественной войне. А также о роли иркутян, о роли предприятий иркутских в как раз этой войне. Мы указывали о количестве иркутян, ушедших на фронт, о количестве продукции, о количестве госпиталей, которое было здесь открыто. То есть, в том вкладе Иркутска, который не находился на линии фронта, тем не менее, сыграл тоже определенную роль в победе. Те, кто приближали победу на фронте и в тылу. 9 мая соберутся в сквере имени Кирова. Там пройдет праздничное шествие. Ритм на нем будут задавать барабанщицы Восточно-Сибирского института МВД. За каждым движением палочкой – десятки часов репетиций на плацу. Все это ради того, чтобы показательное выступление восхитило даже самых придирчивых и искушенных. В шествии примут участие кадеты, отряды СОБРа и спецназа. Все это можно будет увидеть на АЭСе в прямом эфире. Телевизионщики обещают – в юбилей Великой Победы будет на что посмотреть. Абсолютно все. В прямом эфире покажем всю полную версию. Особенность эфира этого года – то, что вечером в 18 часов 10 минут мы покажем военный парад Читинского гарнизона. Это впервые будет в нашем эфире. Впервые иркутяне увидят, как в наших соседей проходит и парад, и шествие бессмертного полка. Но весь день в эфире АЭС-то, конечно, будут идти клипы, песни Победы. В 9 часов на телеканале АЭС в выпусках новостей будут прямые включения с шествия бессмертного полка. Колонна проследует к вечному огню от танка «Иркутский комсомолец». А в 11 часов утра – трансляция с центральной площади города, где будет проходить торжественное шествие. Туена Немаева, Константин Тиницын. Новости и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова